В Екатеринбурге ночью под покровом густой уральской тьмы 35-летний сварщик Юрий, до этого 10 раз судимый за кражи и грабежи, попытался сжечь кафе восточной кухни вместе с ночными отдыхающими и персоналом. Но ему не удалось. А вот полицейским удалось. Предыстория такая. Крайний раз Юрий откинулся с Китчи 4 апреля текущего года. Срок тянул он в Краснотуринске в третьей зоне. На воле человек, неоднократно сидевший за кражи, как ни странно, не продолжил воровать, а устремился на работу. Задеялся сварщиком. В субботу ночью его потянуло в кафе с сирийским названием «Дамаск», что на Малышева 140А. В кабаке Юрий нашвырялся, вел себя громко, буянил, всем мешал и после двух предупреждений в воздух охранники вышвырнули бухого сварщика на ночную прохладу. Юрий под воздействием алкоголя и уголовного бэкграунда затаил. Он попросил своего друга посреди ночи подбросить его до ближайшей АЗС. Там Юрий затарился бензином, на улице нашел две пустые чебурашки, соорудил пару коктейлей молотов и пошел мстить кабаку. Его автодруг о коварном замысле не подозревал и ждал его за углом. Одну бутылку с горящим фитилем Юрий забросил на крышу «Дамаска», вторую бросил около крыльца и скрылся в соседней шаурмячке, объявив работникам, что он хочет есть. По счастью для обитателей кафе, его сотрудники быстро обнаружили горящие лужицы и один хладнокровный парень взял огнетушитель и спокойно, видно, что на опыте эпицентры пламени замочил. Никто не пострадал от пьяной выходки в свет, ну точнее наоборот во тьму. Сразу же вызвали полицию, силовики по ночным улицам примчались быстро и Юрия нашли. И, конечно, зашнуровали. И нарисовалась ему очередная ходка в зону. Знал ли он, что такое возможно? Да уж, скорее всего, догадывался. Видимо, сидячий образ жизни его вообще никак не напрягает. На сей раз ему вменили 213-ю часть вторую УК, хулиганство, а это в пиковом случае до 7 лет зоны. Огнеопасного сварщика Юрия проверяют на причастность к другим аналогичным злодеяниям. Сегодня в суде ему должны были выбрать меру пресечения. На момент создания этого репортажа еще не было известно, закрыли его в СИЗО или же пресекли какой-то другой мерой.